Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. И сегодня мы начинаем передачу, посвященную теме «Преимущество проведения славянских праздников и духовных практик на природе». И главный рассказчик – Всеслав Глоба. Здравия тебе, Всеслав! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, слушатели! Почему в этот раз ты выбрал такую тему? Чем она актуальна? Почему ее надо обговорить, рассказать о ней и, может быть, какие-то сделать направляющие? Ну, все дело в том, что тепло стало. Понятно, что народ зимой, весной и осенью, когда слякать и дожди не выгонишь на природу так всерьез. Ну, а летом сам Бог велел. А вот доказать преимущество, я надеюсь, мы с тобой сумеем. Побыть на матушке природы в теплое время года. Ну, хорошо. Если теплое время года, то какой вопрос вообще может быть? Теплое время года, все тут рвутся на природу из городов. Тут вереницы машин, пробки аж получаются. И не то, что в крупных городах, но и в малых городах. И всем понятно, что надо почаще быть не в природе. И зимой-то, ну, как-то особо нос не высунешь, хотя есть у нас энтузиасты и такие последователи, которые и зимой на природу, и чуть ли не каждый день. Мы с тобой начинаем рассказывать преимущества на природе проведения славянских праздников и духовных практик. Как-то здесь, наверное, может у кого-то не сложиться. Зачем это мы вдруг летом начинаем говорить о лете? Ну, все дело в том, что под природой многие понимают разные вещи. Каждый понимает свое. Например, человек едет на дачу и считает это природой. Но если у него там есть электричество и, скажем так, удобство, в кавычках, то это природой назвать очень сложно. То есть показатель настоящей природы – это отсутствие цивилизационных удобств, о которых ты сейчас говоришь. То есть это электричество, рядом не должно быть какие-то там клозеты, ватер-клозеты и прочее, прочее, прочее. Да, именно так. Потому что речь идет о выходе из-под влияния, во-первых, техногенных, электромагнитных и других, их там очень большой список полей, которые рвут ауру в клочья, как тузик-тряпку. И люди настолько с этим свыклись, что они перестали это замечать. Это первое. Второе – это канализация с классическим применением унитаза. Я могу потом поподробнее это объяснить. Которая, ну скажем, ведет человека прямиком в больницу. Хорошо. Но ведь средства коммуникации с собой люди очень часто берут. Да, вроде бы электричества рядом нет, но так или иначе в кармашке у каждого находится приемник-передатчик под названием телефон в разных его видах. Кстати, я недавно слышал, что наши конструкторы разработали сотовую связь, которая не работает на частотах, уничтожающих естественный здоровый биоритм альфа, гамма, бета и тетаритмы мозга. Так это быстренько выкупили патент и положили под сукну. А им сказали, будете пытаться проталкивать, закончите свою жизнь в явном мире. Нас устраивает именно то, что сейчас есть. Ну так все-таки, если такие гаджеты, так иностранное гадкое слово, гад же ты, если они присутствуют в кармашке, можно ли считать, что человек, удалившись от того, что ты перечистил, оказался на природе? Или все-таки они каким-то образом не так влияют? Ну, ты же сам сказал, что это не слово, а слово сочетание. Поэтому влияют они очень нехорошо. Ну, в любом случае, хотя бы выдернуть батарейку. Понятно. То есть обесточить, чтобы и положить в сторонку, чтобы он не мешал нашему наслаждению общения с природой, проведения духовных практик и славянских праздников, чему и посвящена наша тема. Ну так, мы разобрались с основными вводными, теперь, наверное, стоит переходить дальше к разбору. В чем отличие? Давайте теперь разбирать уже конкретно. Вот люди собрались в парке в городе в каком-нибудь или лесопарке совсем рядом с городом и начинают проводить праздник. Или отъехали так на километр в цать от города, где чистое все, где нет электричества, где полянки незагаженные, где не шастают всякие люди человекообразные, отдыхающие, у которых обремененность карманов бутылочками с всякой дрянью и так далее. Вот давайте теперь сравнивать здесь и здесь. В чем разница наглядная? Ну давайте начнем с самого простого. Возьмем, допустим, городскую многоэтажку. У здорового человека аура от 15 до 30 метров в размере. Ну, скажем так, яйцеобразный такой вот шар или яйцеобразная сфера. И теперь вы, исходя из этого, представьте, что происходит в многоэтажках. Вот иногда показывают курей на птицефабрике в клетках, где они даже развернуться не могут. Вот на уровне биополя в многоэтажках мы такие же куры на птицефабрике, потому что в нашем поле торчат поля соседей сверху, снизу и с боку по четырем сторонам света. И жить в этом аду биоэнергетическом здравомыслящий человек просто не может. То есть первый пункт на природе, он может расправить свое биополе и, наконец-таки, начать осмысливать собственное существование здраво. Это первое. Второе, это то, что мы уже озвучили. Различные рода техногенные поля ауру нашу в хлам рвут. И очень многие люди болеют и не понимают, почему. То есть первые два пункта, я думаю, это само собой разумеется, это очевидные вещи. То, что ты назвал, допустим, городской парк, там такая же самая суета. И ауру также оскверняют вот такие же прохожие с бутылочками там в кармане. Потому что в их аурах находятся лярвы, курвы, стервы и прорвы. Это, кстати, не оскорбление, это название астральных в эзотерическом, скажем так, ключе названий. В нашем названии это существа темной нави, которые вампиризируют человека и являются биоэнергетическими паразитами. А в традиции существовало варна неприкасаемых, то есть к человеку нельзя было биополем прикоснуться ни о чём, уже говорить о руках. И жили эти люди на выселках, совершенно ещё сохранилось это слово и в наши дни. То есть их выселяли туда, чтобы не соприкасаться аурами. Ну, в Индии их называли, так называли неприкасаемыми или шудрами. То есть там, ещё до сих пор, кстати, это живо, у нас это уже стёрлось, вот это понимание всего этого. Поэтому на чистом месте, в чистой природе, не осквернённой природе, которая не испытывает страдания от вот этого мусора и издевательств в виде газонокосилок. Ведь это же энергия страдания излучается порезанной травкой. То есть где нет ничего вот этого издевательства, это третий пункт, природа не страдает. Вот это первые три пункта, почему это место считается наиболее приемлемым. И что ещё можно сказать? Я вот недавно выпустил ролик о преимуществах, видеоролик занятий духовными практиками на природе. Я там озвучил, что 5000 лет тому назад, когда наступила Кали-юга, демон Кали стал уничтожать быка Дхармы. Ну, это быка, в смысле, это такой образ, поскольку он является священным животным, как и корова. Поэтому взят за образ бык. И император Парикшит, который фактически управлял всемирной славяно-ритской державой на тот период, особенно после победы на Курокшетра, держава была сильная, мощная. Это был внук Арджуны. И он сказал, что готовься к смерти, ты совершил деяние, несовместимое с жизнью в моём царстве. А демон Кали понял, что убить его невозможно, потому что его уже пытался убить. Оружием под названием Брахма-Астра, оружием более страшным и разрушительным, чем современное ядерное оружие на несколько порядков. Но Парикшит в утробе матери был убит сначала, а потом воскрешён самим Крышинем, то есть аватаром Бога Вышиня. После этого убить его было практически невозможно. И он находился под благословением Крышни. Соответственно, демон понял, что реально сейчас он отдаст свою жизнь в этой стычке. И он прибег к другому варианту. Он попросил прибежища, попросил защиты и покровительства, поскольку его время наступило. Кали-юга началась, и он обязан исполнять свою дхарму. Вот так повернул дело. Ну, Парикшит, понимая, что даже демон обязан исполнять свою дхарму, сказал, ну тогда убить-то я тебя не убью. И я понимаю, да, ты прав, но я ограничу сферу твоего влияния на моих подданных. А там уже дальше видно будет. Сейчас только-только начало, ты не можешь так разгуляться, как вот этот вот сейчас устроил с священным животным. Ну, в данном случае с дхармой, то есть с праведностью и правильным исполнением своего предназначения. И определились так, что он позволяет ему находиться там, где пьют алкоголь, где занимаются проституцией, где играют в азартные игры. И там, где убивают животных, невинных, существ божьих, то есть на скотобойне. Вот четыре места он ему определил и говорит, что если в этих местах собираются падшие люди, вот с ними как бы и занимайся. А достойных людей я тебя запрещаю трогать. И тогда демон Кали ему возразил, ну хорошо, ведь достойные люди тоже должны получать урок в Кали-Югу. И ты мне определил общественные места, где же мое личное прибежище. Дай мне личное прибежище. И договорились, что он ему разрешает вселиться в золото и все, что связано с золотым эквивалентом. То есть деньги, ценные бумаги и так далее. Таким образом, если вы найдете после этого, зная это, хоть одно место, где нет вот этих пяти пунктов обидания демон Кали, я имею в виду населенные пункты, позовите меня туда, я приеду. Ты сразу начнешь медитировать, проводить практики и веселиться, и праздники славянские проводить. Ну вот на природе этого ничего нет. Из всех этих пяти перечисленных пунктов. Это девственная среда, которую род, вот говорят, весту выдают замуж, даже если и невесту выдают замуж. Положено приданное. До сих пор же это еще сохранилась, эта традиция. Так вот, род нам дал приданное. Называется оно природа. То есть приданное рода. Это место, где мы наилучшим образом получаем уроки эволюции и совершенствуемся в наибольшей скорости. Поэтому как минимум 50 километров надо отъехать от городской черты. Но от крупного города. От мелкого достаточно и 20-30. Почему? Потому что на личном опыте я убедился. Вот от Краснодара на 50 километров отъезжаешь и хочется петь. Ощущение давящего такого шлема на голову надетого слетает. Я уже не буду сильно развивать тему о психогенераторах. Я думаю, все люди здравомыслящие понимают, о чем идет речь. В большом городе выгодно, чтобы люди не мыслили самостоятельно и не пытались искать там свои права. А тем более их защищать. И вот природа как раз то самое идеальное место, где можно заниматься духовными практиками как минимум в 50 километрах от крупного города. И то место, где не осквернено присутствие низких существ. И где сама природа не изнасилована газонокосилками и прочими. Вот сейчас издевательство, еще одно новое придумали. На деревьях развешивают цветные мигающие фонарики. А кто-нибудь подумал, каково дерево от электромагнитных полей, которые на него навесили искусственных. Это все равно, что человека пиявок насажать на человека. Вот где природа не мучается. И есть еще один момент, который обычно мало кто знает. В редах описан случаях, когда очень могущественный демон очень сильно донимал всех живых существ в нашей Вселенной. И очень долго готовились к тому, чтобы его победить и свергнуть его власть. Победил в данном случае бог Индра, царь богов Мирослави. И все рады, все рукоплескают, все славят Индру. А Индра печально является к сварогу и говорит, а что мне теперь делать, властители этой Вселенной? Ведь демон-то был для демонов в демонической иерархии священнослужителем. И на мне теперь лежит грех убийства Брахмана или ведуна, или жреца, в общем, священнослужителя очень высокого ранга. Как мне с этим жить? Ведь я ради спасения всех живых существ и по твоему благословению, там, отче Сварог, это сделал. А как мне теперь справляться с грехом, грехом убийства Брахмана или священнослужителя, ведуна, жреца? Как я дальше с этим буду жить, как мне от этого избавляться? Давай ты, отец, ты советуй. И сварог ему сказал, да, в данном случае ты совершил благодеяние, освободив живых существ. Поэтому мы распределим этот грех поровну на тех богов, которые управляют материальным миром. А это значит, что речь идёт о богах-покровителях пяти стихий материальной природы. И, естественно, когда вздохнул спокойно Индрак, Сварогу явились боги, покровители пяти стихий материальной природы. Сказали, а нам-то за что такая радость? Мы не убивали ни ведуна, ни жреца, ни священнослужителя. Почему на нас этот грех распределён? Сварог им ответил, что это временно. Пусть они немного потерпят. И как только появятся грешники, которые оскверняют пять стихий материальной природы, Этот грех перепрыгнет на них. И теперь ещё маленькое пояснение о иерархии стихий природы в материальном мире. Иерархические стихии природы выстроены следующим образом. Сначала идёт стихия земли, А затем более вышестоящая является стихия воды, Ещё более вышестоящая стихия огня. И за ним идёт стихия воздуха, И затем идёт стихия эфира. То есть эти стихии по степени плотности и по степени иерархического взаимодействия друг с другом Распределены следующим образом. Соответственно, каждая стихия имеет друг-друзское взаимоотношение. Есть целые таблицы, как гармонично стихии взаимодействуют, Как негармонично стихии взаимодействуют. Я сейчас не буду отвлекать на это внимание наших слушателей. Я скажу очень простую вещь. Допустим, если мы справили нужду на землю, то никаких проблем нет. Но если мы справили нужду в унитаз, мы осквернили стихию воды. После этого можно не удивляться, Что женщины начинают бегать к гинекологу всю оставшуюся жизнь, А мужчины — к урологу и к практологу, и те, и другие. Потому что осквернение стихии воды идёт с утра до вечера. В одной из публикаций на сайте я увидел такую цитату, Которую применили братья Вайшнавы. Один из грехов осквернения стихии — это тушить костёр по-пионерски. Они так мягко выразились. Я надеюсь, все понимают, о чём идёт речь. То есть совершать мочеиспускание на костёр для того, чтобы он потух. В данном случае урологическими и практологическими проблемами Такие экспериментаторы вряд ли отделаются. Потому что огонь, стихи огня, отвечают ещё и за зрение, И за слух, и за само по себе мышление. То есть это прямой путь к слабоумию и слепоте. Ну и так далее. Я не буду долго это всё рассказывать и объяснять. Я надеюсь, что все люди понимают, Что достаточно этих двух примеров для того, Чтобы понять, что здравомыслящие люди должны из города ехать в родовые поселения. Но коль скоро мы сегодня говорим не о родовых поселениях, А о духовных практиках и проведении праздников, То становится понятным, почему от большого города Нужно отъезжать как минимум 50 километров, От маленького как минимум 30. Вот. В принципе, я тему изложил. Можем теперь уточнить какие-то детали с помощью вопросов и ответов. Давай уточним некоторые детали. Я хочу вот что понять. И хочу, чтобы наши радиослушатели тоже это для себя отметили. А как взаимодействовать с природными стихиями, Находясь уже не в городе, а на природе, чтобы не навредить. Про пионерский принцип тушения костра ты сказал, Но этим же не ограничивается. Вот что не следует делать на природе, И что наоборот следует делать на природе. Ну, например, там, снять ботинки, чтобы с землёй воссоединиться, Из туфель вылезти и так далее. Там, как-то подышать правильно, обратиться к кому-либо из духов окружающих сил, Которые вокруг присутствует человека. Вот давай об этом немножко поговорим. Ну, вот всё в комплексе. Как бы решается на учебно-практическом семинаре Оздоровление с помощью пяти стихий природы И восстановление изначального природного здоровья На основе взаимодействия с пяти стихиями природы. Здесь четыре дня с шести утра до десяти вечера Мы с тобой не сможем выдать эту программу, Как бы мы того не хотели. Но основные моменты, конечно, я скажу, И ты начал с правильного. Ты начал правильно с того, чтобы гармонизировать стихии, Свои внутренние пять стихий природы С внешними пятью стихиями природы. Хотя это условно, вот это разделение внутреннее и внешнее. Потому что мы никак не отделены от Всевышнего и от Матушки природы, Кроме как своим собственным неразумением и омрачённостью. Но, тем не менее, вот снять эту омрачённость, Устранить её как можно в большей степени, Действительно дорожутся. Действительно соприкоснуться с топами, Которые предназначены для того, Чтобы ходить и взаимодействовать со стихией Земли Без диэлектрика в виде подошвы. То есть реально соприкоснуться с землёй босыми ногами. Реально соприкоснуться с водой через омовение. Ну, в идеале в священном источнике. Ну, хотя бы просто в источнике воды, Естественном природном, То есть в природном водоёме. Со стихией огня На любых духовных практиках используется Хотя бы, допустим, Костёр обычный, Хотя на праздниках ещё используется И костёр праздничный для очищения ауры, И костёр жертвенный для приношения Дорог в итреп богам и предкам. Со стихией воздуха соприкоснуться нужно, Просто сняв с себя всё лишнее, Оставшееся в одних плавках, Там девушки в купальниках. И со стихией эфира мы соприкасаемся, Сливаемся через свои гимны, Молвления, ославления. Вот это, скажем, то, что самое простое И легко понимается. Конечно, есть нюансы, Как усилить эту связь, Но это уже четыре дня занятий. Ну, наверное, стоит всегда начинать Не с того, что пришли сразу рюкзачки, Побросали палатки, поставили, И выкопали себе нужник, А с того, что для начала поздороваться, В какое-то приветствие в окружающий мир пустить, Спросить разрешение, не потревожили ли. Потому что, бывает, припёрлись так люди С рюкзаком своих проблем из города И давая тут это всё сбрасывать, сеять. Ну, для начала пришёл, пообщался, И после этого уже на выделенное тебе место, Которое одобрено духами местными, Которое одобрено богами, Уже можешь размещаться. Наверное, так, да? Ты абсолютно прав, Потому что я просто, ну, невозможно сказать В течение двух-трёх минут всё сразу. И ты абсолютно верно сделал дополнение. Всё дело в том, что матушка природа — Это, скажем, очень сложносоставной такой организм, Содержит в себе сложносоставной организм. Но в любом случае, где бы мы ни находились, Это чья-то территория. Это территория, у которой есть хозяин В виде служебного духа. У этого служебного духа есть бог-покровитель. У этих богов-покровителей Есть ещё и над ними три глав В Индии, говорят, три морти. Мира Яви, то есть три бога. Святовид Сваров Перун в нашем варианте Или Брахма Вишну Шива в индусском варианте, Которые управляют этим миром. То есть нет ни одного квадратного миллиметра, Который бы не являлся чьим-то Или не находился бы под чьим-то покровительством И управлением. И вот если люди приходят даже в лес, Когда им кажется, что они оторвались от цивилизации, И теперь они могут вздохнуть спокойно, Они должны понимать, что они пришли на чью-то территорию, Они пришли в чьи-то владения. И чтобы было ещё попонятнее, Представьте, в вашу квартиру ввалились туристы И делают вид, что вас тут нет. И начинают там свои порядки наводить. Вот так нужно понимать, Что, как воспринимают вас И духи стихий, и служебные духи природы, И боги-покровители, Когда вы пришли в лес. Поэтому ты абсолютно прав в том, Что нужно спросить разрешение Взять благословение И жить по тем правилам, Которые существуют в природе, А не по тем, скажем так, Придумкам, которые горожане привезли с собой в голове. Хорошо. И ещё один момент Такой уже в заключении. Понятно, что рядом желательно Должен быть какой-то естественный водоём, Река, ручеёк, родничок и так далее. Здесь это вообще не обсуждается, наверное. Желательно, чтобы это всё было. Но вот есть ещё такое благоустройство места. Понятно, что люди приехали, Пронужник я уже сказал, Нужно будет подобрать место, Чтобы оно никому не мешало, Чтобы потом можно будет это закопать. Естественно, что должно быть какое-то место, Куда бы положили какие-то отходы, Которые, естественно, перегнивают. То есть ни банки, ни склянки. Но ещё есть такая проблемка для городских жителей. Это высокие травы. А уже в июле и августе Будут достаточно высокие травы. Вот ты высказался по поводу Газонокосилок электрических или бензиновых. Но ведь издревле всегда косили траву. Обычной косой, металлической. Вот как благоустроить место, Чтобы не было высокой травы, Чтобы не запутывались ноги И чтобы не падать в этой траве, Но при этом не нарушать гармонии с природой? Ну, старые туристы только в плюс Эту ситуацию принимали. Они её приминали. Тогда и в случае дождя И пачкаться не придётся от земли. Но косить ты не рекомендуешь. Всё-таки приминать лучше. Конечно, потому что она, Если даже и не встанет После туристической стоянки, Но она не будет убитой, Она даст семена. Примятая трава не засыхает. Она продолжает расти. Да, иногда и встать трудно, Но семена-то она даёт. То есть цикл её жизненный не нарушается. Ну, хорошо. Вот я думаю, что основные ответы, Как себя вести на природе И вообще для чего себя на природе вести, Мы в этой передаче получили. Всё остальное ты сказал, Что можно получать уже В более продолжительных тренингах, Практиках, занятиях. Теперь нам остаётся только попрощаться, Наверное, с нашими радиослушателями И сказать что-то доброе по этой теме. Ну, впереди один из четырёх главных праздников лета, Ну, в данном случае года, Смысловая нагрузка слова такова, Это Купала. И пожелания такие. Сначала поздравляю всех Приближающимся праздником Бога Купала. А во-вторых, предлагаю использовать Всё, что вы здесь узнали, Как в городе. Ну, в смысле, попыстрее оттуда выбираться. Так и на природе, Чтобы не пытаться хозяйничать В чьих-то владениях. В этом случае вы получите И благословение, и помощь, и поддержку. И поправите своё здоровье. Если вас интересуют подробности, О которых мы упоминали, То существует два названных семинара, И есть ещё один третий. Правила жизни, Правила культурной жизни В условиях дикой природы. Если на сайт Рода Божия вы заглянёте, Вы на лето увидите там расписание, И можете с этим соприкоснуться всерьёз, И всё попробовать на себе, И научиться этому самостоятельно. Хорошо. Благодарю тебя за столь интересный рассказ. Напоминаю, что с нами был Сислав Глоба. Мы говорили про преимущество проведения Славянских праздников И духовных практик на природе. Я желаю всем вам Самого-самого доброго. Включайте здравомыслие, Общайтесь с природой так, Как это было исконно нам всем дано, А не так, как нам это навязали. И тогда многие проблемы Вас обойдут стороной, От многих болезней Вы просто уйдёте, И всё у вас будет в жизни замечательно. Потому что человек, Живущий в природе и на природе, Это человек. А тот, который отключает себя от природы, Который разрушает природу, Он становится человекообразным существом. Вот эти две большие разницы Надо учитывать. До новых встреч. Услышимся. Всего хорошего. И лети ты на крылатом коне Русс, налёгкие тысячелетия Русс.